Самые лучшие игроки в мире. Вечно неунывающий Даниэль Негриано. Ну что, новый сезон, новая заставка в нашем телешоу, демонстрирующая, что любой может оказаться на месте практически любого игрока, но, наверное, все-таки не любой может оказаться в турнире супер-хайроллеров. Здесь нужен и хороший банкролл, или нужно быть бизнесменом. И даже бизнесмены, у которых все в порядке с деньгами, понимают, что необходимо иметь и достойный уровень мастерства, чтобы не выглядеть глупо в соревновании вот с этими суперзвездами. Да, но Стив Сильверман вроде бы обладает необходимым уровнем мастерства, но и он в прошлой программе, давайте не будем лукаить, выглядел в раздаче против Даниэля Негриано довольно нелепо, когда пытался украсть его мисклик рейс. Ну, наверное, всем запомнилась эта раздача. Ну, а чип-лидер после первого дня Демьян. Второй день турнира супер-хайроллеров. Взнос официальный в турнир составляет 50 тысяч евро, но для некоторых участников он даже 100 тысяч евро, потому что они сделали риэнтри. Мне будет довольно любопытно посмотреть, как они будут играть, поскольку, ну, вроде бы они должны играть в два раза даже более ответственно. Ну, в их числе Игорь Курганов, которому мы желаем удачи. Также мы, конечно, болеем за Владимира Трояновского и Виталия Лункина. Ну, а на ТВ столе, я думаю, будет в первую очередь интересно посмотреть за Дэном Смитом. Да, действующий чемпион. Правда, он, можно сказать, прополз во второй день. Стэк у него очень короткий. Посмотрим, удастся ли ему раскрутиться. Ну, вот Джейсона Мерсье, как всегда, сопровождает маму всех профессионалов команды «Покер Старс», Кортни Ву. Ну, а Мерсье говорит о том, что ему хотелось бы развить тот успех, который был у него в конце прошлого сезона ЕПТ, когда в Монте-Карло он выступил просто великолепно. Дэну Смиту всегда приятно возвращаться в Барселону. Все-таки именно здесь, в прошлом году, он показал феноменальный результат, выиграв три турнира практически подряд. Дэн Смит выиграет. В прошлом году я прогнозировал, что Дэн Смит выиграет, еще когда в турнире оставалось, по-моему, человек 15 или 20. Ну, он играл очень здорово, но и потом, вы сами все видели, как ему везло. В прошлом году он был просто неудержим. Надеюсь, в этом году кто-нибудь сделает такой прогноз обо мне. Это был Стив Удвайр. Это и есть Стив Удвайр. Сегодня с хвостиком. А завтра без. Дюхамыль. Без хвостика. Грюсом без хвостика. Ну, у Элки на голове всегда нечто непонятное. Ну, а даже если у Дэна Смита появится хвостик, то он будет скрыт под кепкой. Можно ли назвать то, что на голове, у Даниэля Негриану хвостиком, как ты считаешь? Ну, скоро можно. Будет великолепная операция по пересадке волос. И, конечно, Даниэль помолодел лет на пять. Ну, а Филипп Штернхваймер наверняка проводит около часа со своим стилистом, прежде чем появиться на покерной авансцене. Ну, есть возможность у него поработать со стилистом. В финансовом плане давно уже чувствует он себя абсолютно независимый. Такой классический космополит, гражданин мира. Штернхваймер достаточно успешно провел первый игровой день. Если забыть о том, что это для него второй вход в турнир, потому что первый стэк он все-таки проиграл. Ну, и вот мы отмечали с тобой накануне, что одни и те же игроки, знакомые лица практически не меняются. И тем не менее, еще раз, вот на ТВ-столе три человека, которые не являются завсегдатами турниров суперхайроллеров на европейском покерном туре. Это Йенсен, который вот сейчас думает после Аллына Сильвермана. Ну да, в Европе турниры суперхайроллеров не играет и Даниэль Аллаи практически никогда, потому что он редко приезжает в Европу. Ну, у Аллаи, помимо покерных дел, всякие важные события происходили в жизни в 2012 году. Причем как хорошие, так и плохие. У него родился сын, его первый ребенок, но потом трагедия произошла в его жизни, умер его отец. Ну и третий человек, мы про него уже сказали, это Филипп Штерхаймер, который тоже, в общем, новое лицо. Ну, Сильверман стал регулярно приезжать в Европу. Мы видели, что поначалу первый день для него был суперудачный, потом пошли супернеудачи, и в результате во второй день он перешел с небольшим стеком. Начало дня для него также не сложилось. И вот здесь он поставил Аллын с 10-9 червовыми. Флоп, в принципе, для него был практически идеальный. Флэш-дроп появилось, живые карты остались живыми, но терный ревер не усилили его руку, и Йенсен снимает первый скальп. Сильверман один из первых, кто во второй день уже безвозвратно покинул турнир, потому что больше никаких реэнтри уже не будет. Думаю, мы обойдемся без интервью. Сильвермана болтунишкой не назовешь. Ну, все может быть. Если об этом съемочная бригада попросит, конечно же, он несколько слов скажет. Но вот здесь любопытно, что произойдет между Дюхамелем и Грюсомом. Наверняка Даниэль Негрянов уйдет из этой раздачи. Если только вдруг все не прочекают, и сейчас пика не появится на терне. Пики не появляются. И теперь уже Дюхамель будет добирать. Считаю, что у него лучшая рука. Ну, таинственная игра со стороны Филиппа Грюсома. Что он имеет в виду? Почему он второй раз чекнул две старшие пары? Ну, я думаю, он уверен. Он, очевидно, заколировал с большого блайнда. И, конечно, после того, как все прочекали флоп, уж кто-то из этих двоих ребят поставит. Так что здесь абсолютно логично. Чек потерну. Вот как здесь Грюсому лучше добрать? Будет ли ставить Дюхамель еще раз? Наверное, будет. Быстрый чек. И Дюхамель тоже чекает и говорит, я выиграл? Нет, я выиграл. Как это так? Вот это да. Вот такая рука у меня. Две пары. Да, ты выиграл сто процентов. Да, ну, таинственная раздача со стороны Грюсома все-таки. Уж такую дьявольскую ловушку. Вот смешной человек. Как ты можешь выиграть? Все, всего одна пара. Еще раунд. Вот дурачок. Ну, я, если честно, я удивлен, как Дюхамель здесь и поставил на ривере. Тут классический, даже не сказать тонкий добор с его стороны. Ну, то есть он красавчик прочувствовал. Может быть, какой-то подвох. Да, он что-то прочувствовал здесь. Вот Лиманский уже не первый раз в этом турнире в Олыне. Он тоже играет во второй раз. Но это как раз про Лиманский. Я в некотором недоумении. Откуда у него столько денег? И откуда у него столько денег, чтобы на 30 блайндов ставить Олын на Король Даме? Ну, правда, и колл на Тус-8. То есть, в общем, ребята тут как-то и не особенно дорожат. Ну, здесь есть раздача баттон против малого блайнда. Поэтому, очевидно, Лиманский сделал рейс. Удвайр переставил с малого блайнда. Лиманский задвинул Олын. Удвайр после этого подумал, зачем же он все-таки делал трибет с малого блайнда в Блеф или Фовелью. Решил, что Фовелью и закрыл этот Олын. То есть, в принципе, раздача вполне стандартная для современных регуляров. Ну, она стандартная для, наверное, интернет-турниров. Все-таки давай не будем лукавить. Какие бы миллионеры-олигархи здесь не играли, в турнире по 50 тысяч евро мы редко видим такие раздачи, согласись. Все-таки люди стараются играть, скажем так, на более узких диапазонах. Ну, а для Демьяна все пока складывается отлично. Единственное, что хорошо для нас, что Трояновский на него в позиции. Ну, а Сильверман опровергает прогноз Михаила Семина, все-таки дает прощальное интервью. Но говорит о том, что у него и так был небольшой стэк, проиграл он Олын, который нам не показали. Остался он уж совсем крошечный стэк, ну и раскрутиться не получилось. Первый же Олын на все фишки он проиграл. Ну, а Майк Макдональд что? Развлекается. Заделался папарацци, зачем он снимает Сильвермана, причем со спины, что у него такая специалист по плечевому поясу или как там? Ну, у каждого свой вкус, кому-то нравятся, не знаю, лица девушек, а кто-то любит фотографировать коллег сзади. Ну, вот, видишь, опять можешь спросить, зачем тут Дюхамель задвинул Олын на король 6? Ну да, но здесь все-таки у него был покороче стэк, его переставил с блайндов Шемион, у которого процент 3 бета, мы сами знаем какой. И решил Дюхамель, что часто там нет руки, поставил 4 бета Олын, однако не угадал. На этот раз у Шемиона была приличная рука, ну, по крайней мере, была та рука, с которой он не может выбросить на Олын после того, как он сделал 3 бет. И Дюхамель тоже довольно быстро покидает турнир. Шемион, опять же, что? Воспользовался преимуществами, которые предоставляет его имидж. Ну, это всего лишь первый турнир этой вот серии, поэтому у Дюхамеля еще будет масса возможностей отыграться. Да! Наконец-то! Американцы и немцы! Мы всегда должны быть вместе в турнирах суперхайроллеров. Я все-таки не настоящий немец, поэтому предлагаю меня считать тоже американцем. Я все-таки гражданин США. Но это не Илья Градецкий говорит. Ну, да, все-таки я не настоящий, продолжает убеждать всех Штернхаймер. Я немец, говорит Аллаи. Да, ты типичный немец, посмотри на себя. Просто... На самом деле я на 25% действительно немец, это чистая правда. Да, 25% это неплохо, это дает тебе шансы в этом турнире. У тебя, наверное, есть немецкие корни, Лихтенбергер, а? Ну, да. Мой папа, конечно, вырос в Германии, говорит Лихтенбергер. Ну, по его фамилии, в общем, несложно догадаться об этом. Итак, мы с тобой, плюс вот этот парень Филипп, мы, в принципе, это один целый немец, говорит Аллаи. Ну, что ж, нарыли они в себе немца, плюс настоящий немец Райкенмейер. Любопытно, что в Германии из них не живет ни один человек. И Райкенмейер, и Штернхаймер давно живут в Лондоне. Оли Шемион живет в Австрии, по-моему, в Вене, да? Или в Инсбруке еще многие живут, насколько я знаю, немецкие. Ну, не уточняли, спросим у него, возможно, видите, все-таки у кого-то из немецкой бригады остается пока флаг Германии. Но мы не раз отмечали тот факт, что все-таки большинство немцев перебрались и продолжают перебираться в Австрию. Это связано с налоговой частью законодательства Германии, которая ужесточилась по отношению к покерным игрокам. Ну, и Лондон, это тоже, в общем, стандартное направление, опять же, по этой же причине. Потому что Англия, Великобритания, по-моему, это единственная страна в мире, где совершенно официально выигрыши в азартных играх, к которым относятся и покеры, не облагаются налогом. Ну, да, и вот тоже мы постоянно отмечаем, вы видели в игре Курганова российский флаг, что для нас очень приятно. Мне приятно еще раз напомнить, что в какой-то степени я приложил к этому руку. Мы играли на турнире в Берлине, ну, уже, получается, сколько, два года назад с Игорем Кургановым, где я с ним познакомился. И как раз там, тогда я у него спросил, что ты, как, где, откуда, вот, под каким флагом играешь. И тогда Игорь сказал, ой, да, странно, а что же я не играю под российским? И вот тогда Игорь и начал регистрироваться под российским. Но живет он в Лондоне, об этом тоже Илья не раз напоминал. Ну, вот таинственная раздача, мы не видели ее сначала, но мне она запомнилась. Там был рейс с Баттона от Алай, два кола с блайндов, и уже на флопе первым поставил Штернхаймер. Флоп и Терн Алай в позиции калировал, и по Риверу он, ну, завершает свой этот сложный длинный план. Это такой вот двойной флот получился, да, то есть два раза он калировал, не имея ничего. И тем не менее Штернхаймер скрывает этот блеф, показывая себя, ну, как минимум, игроком абсолютно бесстрашным, да. Хотя, ну, по-прежнему не могу сказать, что мне нравится его игра в этой раздаче, но результат получился с ног сшибательный. Он выиграл огромный банк, продемонстрировав, что он серьезная сила не только в области инвестиций. Разогреваются постепенно игроки, день второй только начался, но... Не показали нам вылеты Лихтенбергер и Алай. Лихтенбергер уже с коротким стеком, ничего не смог сделать. А Алай попал с туз-король против двух королей Оли Шемиона, которого тоже пересадили за наш стол. И турниры суперхайроллеров хороши тем, что, когда вылетает одна звезда, на ее место, как у дракона, приходят две новые звезды. Ну, вот сейчас попал на наш стол Майк Уотсон, Дэн Смит попытался его потроллить, говорит... Старичок, а что ж так немного фишек-то у тебя? Обычно все-таки у тебя побольше. Майк говорит, ну и ты, Дэн, что ты, по-моему, не особенно выступаешь, потому что Дэн Смит совсем с коротким стеком сидит уже несколько часов, и у него ситуация, ну, совсем безнадежная. Ну, а эту раздачу мы играем с Тобиасом. Все карты выбросили, кроме одного игрока, и поскольку Тобиас Ранкинмайер, как мы не раз тоже замечали, один из твоих самых любимых игроков, давай ты будешь со Ранкинмайера играть. Ну, а я, так и быть, сыграю за столь ненавистного тебе Штернхаймера. Чем же он мне ненавистен? Я уже забыл. Ну, ты рассказал, что ведет себя он нагло за столом. Ну, в этом плане мы с ним похожи. Поэтому мы нападаем на ваш большой блайн. Мы кол пока. Ну, на такой доске мы сделаем ставку продолжения. С другой стороны, мы точно знаем, что Ранкинмайер на такой доске ничего не выбросит. Ну, почему? Руку типа 5-6, например, я думаю, что он выбросит. Поэтому, естественно, Штернхаймер здесь должен ставить, продолжать агрессию. Играть без карты на таком флопе очень тяжело. Ну, для Райкинмейера здесь совершенно обычный стандартный колл. Просто даже и обсуждать-то нечего. Вот у нас пошло еще и флэш-дроу. Мы все-таки силы добра представляем здесь Райкинмейера. Ну, что касается Штернхаймера, вот он делает чек. Ну, опять же, нет здесь смысла никакого ставить без руки. Потому что сложно что-либо выбить с туз-хай комбинацией. И даже с дамой хай, наверное, Штернхаймеру логично сыграть чек. Ну, вот здесь Райкинмейер решил поставить 40 тысяч. Мне, кстати, не меньше здесь нравится чек. Потому что практически нет карт, которые могут нас напугать. Но, понимаешь... Разве что не пиковый туз. Все остальное ничего не меняет. Добирать, мне кажется, особо нечего. Ну, на самом деле, мне кажется, можно добирать с руки типа туз-хай, который чекнет. Вот добирать, ну, могут же быть у Штернхаймера руки пары типа пары десяток, пары валетов, с которыми он также сыграет. Я понимаю, что жарят фантастик. Но, мне кажется, там пары, да, шестерки, пятерки, вот все пары. Семерка, может быть, у Штернхаймера, по которой он вот ушел в такой подконтроль. Ну, может быть. Но с них мы все равно доберем. А меня смущает против сильного игрока ставка по терну в том плане, что непонятно, что делать на чек-рейс. Ну, последовал как раз чек-рейс. Естественно, на небольшой, плоский практически чек-рейс, даже с небольшим стеком Райкенмейер выбросить не может. И вот реально сложное решение на Ривере. Вроде бы по шансам банка мы уже выкинуть никак не можем, потому что совсем маленький стек у Тобиаса. Но, с другой стороны, как любит говорить мой многолетний коллега Михаил Семин, а что мы бьем? Ну, бьем мы, наверное, руку типа дамы валет-пик. Бьем мы, ну, я бы 10.8 пик туда с радостью положил на восьмерку пиковые у нас, у Тобиаса Райкенмейера. Поэтому бьем мы только руки типа туз-валет-пик, туз-дама-пик, дама-валет-пик, дама-десять-пик. Вот руки, которые я придумал с того, что мы бьем. Ну, решил заколировать Тобиас, видимо, счел, что в банке уже слишком много фишек, денег, чтобы выбросить. И выбывает из турнира, потому что ни много ни мало фулл-хаус. Лапа был у Штернхаймера. Ну, и надо отдать должное Филиппу. Разыграл эту раздачу он прямолинейно, просто так, как ее разыграл бы, наверное, любой из наших зрителей. Но, уважаемые зрители, очень много ситуаций, где вот самая примитивная, прямолинейная линия розыгрыша и является самой эффективной. Вот Филипп нам продемонстрировал как раз вот такую ситуацию. Ну, и нам в знак своего достижения, в знак признания своего достижения, он рассказывает о себе. Моя мама датчанка, мой папа немец, поэтому вырос я в Европе, потом перебрался в Соединенные Штаты Америки. Жил в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, в Лас-Вегасе. Ну, а сейчас перебрался в Европу, я занимаюсь инвестициями, работаю в фонде, который управляет деньгами, которые выделяют ему правительство или различные крупные инвесторы. Мы приобретаем всякие предприятия, стараемся нормализовать их работу и через 5-6 лет продаем их с выгодой и для нас, и для наших инвесторов. Вот такая вот интересная деятельность у Штернхаймера. И говорит о том, что ему очень нравятся турниры именно хай-роллеров, супер-хай-роллеров, потому что идут они всего 2-3 дня. Он может отпрашиваться с работы, ну, даже отпрашиваться ему и не надо, отпрашиваться у самого себя, разве что. Он может уехать на 2-3 дня из своего уже сейчас родного домашнего Лондона, съездить на турнир и успеть вернуться, чтобы снова заняться делами. Честно говоря, я не особенно общаюсь с немецкими игроками, я не часть их тусовки, но вот здесь было приятно с ними со всеми познакомиться, благо с немецким у меня проблем нет, я с ними общаюсь на родном для них языке. Ну, теперь, я надеюсь, меня узнают, моя задача в этом турнире заявить о себе и показать, что не только гриндеры могут добиваться результатов в турнирах супер-хай-роллеров, но и вот такие игроки-полупрофессионалы, любители, как я. Ну, на самом деле, очень такой непростой любитель Штернхаймер, хотя бы тот факт, что он был третьим в турнире по 10 играм на мировой серии покера, говорит о том, что он необычный любитель, потому что в 10 играх уж, ну, любители редко показывают хорошие результаты, слишком уж универсальная нужна игра. Это с каким байном? Две с половиной. Две с половиной. По 50 тысячам все время путаю, по 8 играм все-таки проходит? Да, по 8. Чемпионат. Ну, да, я по 10 играм дальше, какого-то 39-го место, что ли, не поднимался. В этом году мы с Михаилом с неплохими стэками закончили как раз этот турнир, первый день, а во второй день умудрились оба вылететь в течение часа, то есть на первом уровне. Это был последний турнир перед мейн-эвентом для меня, ну, мейн-эвент я не играл, это был для меня вообще последний турнир, ну, а для Миши мировая серия закончилась на мейн-эвенте и тоже весьма в драматичном стиле. Ну, что ж, чек-рейс на этом флопе сыграл Одвайер против Виталия Лункина, Виталий заколировал и очень повезло, объективно говоря, ему потерну. Не приди восьмерка, ну, еще дама, конечно, прекрасная карта для Виталия, у него были бы проблемы, потому что, ну, что ж, у него не такая уж сильная рука и он мог не выдержать. Ну, у него не такой уж и большой стек, и если бы не закрывалась пика, если бы не приходила четверка или девятка, потому что все-таки рука Одвайера очень похожа на какое-то дро, вот. Я думаю, Виталий бы выдержал вот эту ставку бы от Одвайера, но, конечно, я с тобой абсолютно согласен, что когда ты усиливаешься до трипса, тебе становится легче. Ну, видно кофту Дмитрия Громова. Полтора средних стека стало у Виталия после этой раздачи, и буквально вот практически сразу он подошел ко мне и вот спрашивал в ближайшем перерыве про эту раздачу. Его больше всего интересовало, не стоило ли ему сыграть кол и на терни тоже, пытаясь добрать с блефа. Ну, мне показалось, что доска достаточно опасная, и часто у соперника может быть какая-то приличная рука, какой-то комбо-дро, например, с которым он все равно не может уже выкинуть, поэтому мне показалось, что олын по терну был вполне обоснован. Не знаю, как вот согласятся ли со мной специалисты по безлимитному холну, к которому, к которому, к сожалению, я уже давно не отношусь. Ну, с тобой может, конечно, не согласиться виза-виза, который любит блефовать сам и тоже добирать с блефов, но в целом, не относя себя к большим специалистам, но и все-таки не причисляя к совсем уж маленьким, я с тобой и с Виталием соглашусь. Мне кажется, что в таких стеках по такой доске решение натер неоптимально, банк уже и так слишком большой относительно нашего стека. Вот неожиданное решение пока от одного участника раздачи от Джейсона Мерсье, он с туз-король после рейза скотов, да, Уотсон, игрок тайтого агрессивного стиля, но все-таки туз-король, вроде бы, это стандартный трибет. Но здесь на большом блайнде, я думаю, потому что на большом блайнде Дэн Смит с коротким стеком, в принципе, там еще вот, ну, на малом блайнде вряд ли бы Йенсен стал широко переставлять, вот, от него сквиз не знал. Я думаю, что все-таки, в первую очередь, кола в надежде на то, что Дэн Смит может запушить, ну, плюс наша рука впереди диапазона Уотсона, рейс будет смотреться достаточно сильно, опять же, с учетом коротыша, ну, трибет. И я думаю, что Мерсей делал этот кол, ну, вот, по велю по двум причинам, скажем так, и скрывая силы в своей руки, и, может быть, надеясь на то, что все свои фишки в банк поставит коротыш Дэн Смит. Ну, Смит как раз выкинул, а вот на флопе неожиданно произошел экшен, то есть два игрока поймали просто настоящих монстров, тем не менее, они оба сказали чек, ставил ловушку как раз Мерсей, Мерсей в эту ловушку попался, можно сказать, он поставил, хотя у него рука совсем пустая, всего лишь гадшот и две оверкарты. Ну, а дальше за ним последовали трибет и, то есть рейс и еще один рейс, но Йенсен здесь тоже выбросить не может, конечно, у него двустороннее стрит-дро, нацовое флэш-дро, он ставит ол-ин. И если в Амахе этот ол-ин заставил бы Уотсона задуматься, потому что у него всего лишь второй нац, а доска такая, что весьма вероятно, что у соперника первый нац, но в ноу-лимит холдами, конечно, он обязан коллировать, когда на доске столько дро, и фактически это вот такой вот коинфлип, пускай довольно необычный. Терн идеальный для Уотсона. Ну, нет ни одной карты, которая могла бы усилить Уотсона на Терне, поэтому все, что является полным бланком для него, это чудо приятное, ну, правда, ожидаемое, обыкновенное чудо, скажем так. Ты не совсем прав, на самом деле, любая бубна могла усилить его по Терне, потому что она отнимала ауты у его противника. Да, я вот какой-то бэкдор не увидел. Да, ну вот Уотсон после этой раздачи, это был огромный банк, один из ключевых, почти два средних стека было в центре стола, ну, вот Курганов, к сожалению, второй раз уже выбывает, минус 100 тысяч евро у него по итогам этого турнира, и стоит только рассчитывать на своих коллег, на своих друзей по немецкой банде, что кто-то из них сумеет отличиться. Ну, а Дэвид Бенефилд, которого мы не видели ни в одной раздаче, тихой сапой, набил уже второй стек, уступает он только тому самому Уотсону. Оба они уже обошли Шандера Демьяна. Ну, Джейсон Мерсье сделал рейс, и понятно, что уже доставил под Аллен Смита, у которого там оставались какие-то крохи. Ты уже пишешь твит про свою победу в этой раздаче? Ну, ты торопышка. Выбил человека, который защищал свой титул. Ага, так. Держи поближе эти карты, там вот туз должен уйти, детка, на терне. Ну, пока туза, дилер, не спешит доставать. Ну, чтобы вы понимали, почему так дружелюбно настроены, потому что банк был просто очень маленький. У Дэна Смита было, по-моему, четыре там или пять больших блайндов. То есть, даже если бы Джейсон проиграл, то раздачу катастрофы это для него бы не стало. Ну что ж, у нас будет новый чемпион, к радости Михаила Семина. Он ненавидит всех коротышек. Ну, всех обладателей коротких стеков это имел в виду, Илья. Да, ну вот человек досидел, высидел туз короля одномастной и его закалечил какой-то фраер. То и то, по-своему, достаточно престижное и достаточно непрестижное, потому что это смотрится в итоге в медиах как престижное. Но одновременно ты в суперхароллерах бьешь только 35 или 40 игроков, что в 2,5% случаев случится, то есть достаточно часто. А в мейн-ивенте играешь против пособей игроков, то есть тоже там не так-то тяжело получается. Ну, не просто, да, Игорь, выражать свои мысли, но идея его понятная. Мы, кстати, тоже об этом не особенно часто-то говорим. Что да, турнир суперхароллеров, так престижно, здорово, но обыграть-то нужно всего 35 соперников, 40. Ну да, но просто таких людей, как Владимир Трояновский, Игорь Курганов, обыграть очень непросто. Тем не менее, в этом турнире соперникам это удалось сделать. Играйте на сайте погерстарс.нет и повышайте уровень своего мастерства. Мы верим, что у вас все получится. Одна у нас осталась надежда и отрада. Виталий Лункин, 22 человека остается в борьбе, и Виталия пересадили за телевизионный стол. Стэк у него в районе среднего, ситуация в принципе нормальная, хотя состав за телевизионным столом, ну, скажем честно, откровенно не радует. Ни одного такого подарочного игрока, ну вот они еще остались в турнире, тот же Димьян, например, игрок, ну, давайте будем честны друг с другом, очень невысокого уровня. К сожалению, за этим столом таких людей нет. И нет ни одного коротыша здесь, вы видели, средний стэк 579 тысяч, ну, а меньше всего фишек у одного из игроков в размере 439 тысяч. Ну, вот у нас Димьян выбивает Торреля. Во сне. Да. Вот это, кстати, часто бывает так, пошло флэш-дроу соперника потер, но ты думаешь, только не флэш, только не флэш, и тут ему закрывают два аута на сет. Ну, по-прежнему у Шандера Димьяна стэк выше среднего, но это, конечно, существенный удар по его благосостоянию. Ну, это Эрик Сайдель, всегда он очень тихо сидит, ни в какие особые беседы не вступает, слушает музыку. Ну, а потом хоп, и он уже на финальном столе. Ну, легко сейчас считать, блайнды 5 тысяч, 10 тысяч, и вот обладатель самого короткого стэка, как я уже обмолвился, это, по-моему, Красс Якобсен за этим столом, у него 43 больших блайнда. Для мультитейбл торнамент, ну, или проще говоря, для многостоловых турниров, МТТ, как говорят сами покеристы, это стэк, ну, просто гигантский, обычно, вот, борьба идет в эффективных стэках в районе 30 больших блайндов. А вот здесь, конечно, и Якобсен может еще 4-бет сыграть, и даже там 6-бет Аллин поставить на 3-бет Адвайра. Ну, зная Якобсена, я очень сомневаюсь, что, конечно, сделав рейс Котоффа с мастевым королем, он сдастся на 3-бет. Да, действительно, Миша был абсолютно прав, ставит 4-бет, все-таки, если еще 3 года назад, скажем, 3-бет Адвайра, это был достаточно узкий диапазон, то все-таки сейчас Стив намного шире стал играть, правда. Тем не менее, мне кажется, все равно он тяготеет все-таки в сторону более основательной игры, игры по карте, и вот здесь он тоже переставлял с рукой. Ну, мне не очень нравится, что он все-таки не расширил, то есть вот 113 тысяч поставил здесь из 434 Якобсен, и можно было поставить там, ну что-то, порядка 180, тот бы мог еще и задвинуть 440. Да, ну что сказать, довольно неплохо мне складывается в этом календарном году, бесспорно, это самый удачный год в моей карьере. Я был очень недоволен, когда увидел, какой меня ожидает финальный стол, там были практически одни звезды, но учитывая, что я выиграл, наверное, это круто, что был именно такой финальный стол. Теперь я могу всем рассказывать, что я не просто победил в гранд-финале ЕПТ, но я обыграл всех лучших игроков в мире, а на этом финальном столе действительно были многие из тех, кого я лично считаю лучшими. Честно говоря, после того, как этот турнир закончился, недели две я просто ничего не делал, я только лежал и спал, потому что, честно говоря, наверное, многие зрители не понимают, как много энергии, как много сил это отнимает. У меня не было сил абсолютно ни на что, но с тех пор прошло уже три месяца, и сейчас я с новой энергией, с новыми силами готов вступать в бой и бороться за самые высокие титулы. Ну и, конечно, мы тоже это постоянно отмечаем, что у тебя и уверенности прибавляется параллельно с тем, как растет твой благосостояние, как увеличится твой банкролл. Ты уже гораздо легче ставишь не только лайтовые три беты, но и, в общем, пять беты, шесть беты, меньше печешься за результат. Ну и больше просто доверяешь самому себе, тут даже дело не только в результате, наверное, да? Ну да, да, уверенность растет, когда у тебя все получается. Ну что, два товарища, люди, которые, как мы не раз отмечали, постоянно меняются долями. Я думаю, сейчас у обоих одна мысль в голове. Тамбовский волк тебе, товарищ. Ну, опять же, да, чтобы не было каких-то пересудов, что называется. Играют немцы друг против друга с полной выкладкой и трибетят, вот видите, на дамы десять и так далее и тому подобное. Ну, потому что еще игроки такого класса, они понимают, что вот любой софтплей в игре, где столько профессиональных игроков, он не выгоден, в первую очередь, для самих потенциальных участников этого софтплея. Ну, то есть мягкой игре. Ты, в общем, упускаешь массу пульсовых ситуаций, каждый раз думаешь, еще что-то. Поэтому долями меняться это хорошо, у тебя есть определенная подстраховка, ты снижаешь дисперсию за счет этого. Но, опять же, не нужно там ни в коем случае, опять же, игроки сами помогают, им самим не нужно здесь как-то играть мягче против своего товарища. Ну, и то, что вот в этой раздаче так все пассивно развивается, это дань уважения именно к игротским качествам того и другого. Квоз попал во вторую пару, поставив 3-бет, поставил в ставку продолжение, получил колл, дальше сыграли чек-чек по терну и по риверу Грюсом, уже будучи абсолютно убежден, что у него лучшая рука, пытается добрать. И это ему удается, да, добирает он и выигрывает достаточно важный для себя банк. Фабиан Квоз вот отпустил Бороденку, стал похож на Майка Вотсона, который, в свою очередь, пытается соответствовать имиджу Ильи Городецкого. Ну, вот согласитесь, посади Квоз рядом с Вотсоном, можно будет сказать, что братья. Ну, не знаю. Совсем разный стиль у них. Ну, да, может быть, у меня, конечно, все люди на одно лицо. Ну, и сейчас неприятная ситуация для Виталия Лункина. Он выиграл только что большой банк у Майка Вотсона, нам эту раздачу не показали. На ривере блефовал Вотсон, но у Виталия был абсолютный нац. Ну, и сейчас у него уже больше фишек, чем у Штернхаймера. Но все равно, если не удастся ему найти пас, а трудно представить, как это возможно в таком турнире, то, к сожалению, если он проиграет, у него останется совсем небольшой стейк. Размышляет Виталий. Ну, и фактически ставит all-in, то есть он выдвинул все красные фишки самого большого достоинства. И Штернхаймер, видимо, переоценивает, скажем так, тайтовость Лункина, потому что он размышляет всерьез здесь, да? Ну, я не знаю, если честно, то есть вот, на мой взгляд, какой-то бред. То есть я... Сколько у тебя там еще? Около 200 тысяч. Ну, да, около 200 тысяч. Вот один столбик из синих фишек – это 100 тысяч. И ясно, что Лункин, поставив 656, уже, ну, там, 200 тысяч примерно, которые у него есть за спиной, не выбросит. Что здесь делает Штернхаймер? Конечно же, немного людей в мире бы... Против которых я здесь думал. Да, говорит Штернхаймер, но я не понимаю, над чем здесь можно думать, потому что все-таки Лункин не такой, ну, нит, как говорят покеристы, не настолько тайтовый игрок, который здесь только тузы. У него есть и туз Король, есть и два Валета, и две, да? Так, Виталий, у тебя здесь, возможно, две руки. Ну, может быть, три. Поэтому мне надо подумать. Покажешь, если я выброшу? Ну, Виталий, и когда речь идет на русском языке, никогда не вступает в диалог. А, это колл? Не Аллен еще? Очень нервничает Виталий для него. Это после большого перерыва первый такой крупный турнир. Ну, ладно, говорит Штернхаймер, да-да, я, конечно, олыбно вслепую, чтобы усложнять. Можно мы уже карты покажем? Ну, показывайте. Ну, если честно, я считаю, что это все-таки какая-то клоунада со стороны Штернхаймера. Может быть, это не слоу-ролл, но тут просто не выбраться. Но, может быть, это можно отчасти оправдать тем, что все-таки он не профессиональный игрок. Ты что, думал, правда? О чем ты думал? Я уважаю, как ты играешь. Ну, вот Виталий солидарен с моим мнением, что это слоу-ролл. И вот наказание за эту, ну, бредятину. Неплохо, неплохо. Это самая эмоциональная реакция, которую я видел от Виталия Лункина в такой ситуации. Да, он очень доволен, конечно. Это, ну, в моральном плане просто важнейший для него турнир. И действительно он был немного недоволен. Вот, зная Виталия, я могу сказать, что он был недоволен вот этими размышлениями с двумя королями. Ну, и раздача заканчивается. Штернхаймер вдруг из такого самовлюбленного, самодовольного частного инвестора из Лондона превратился, ну, я не знаю, как сказать, в очень расстроенного человека. Но взял себя в руки, очень уважительно прощается за всеми. Удачи с моими фишками. Да, что можно тут поделать? Ну, да, вот взял себя в руки буквально на 10-15 секунд, да, потерял самообладание Филипп, но взял себя в руки и очень приятная подпись. Виталий Лункин, новый чип-лидер. С 2009 года мы, давайте не будем лукавить, в крупных турнирах не видели таких объявлений. Мы вам поставили за миллион пятьсот, миллион шестьсот примерно. И у меня короли, но он с дамами флопнул коре. Как жестоко, говорит Раптор, который, ну, лучше всех в мире знает, что же такое невезение. Ну, вот, сэр Хаймер может отправиться сюда. Здесь прекрасные виды. Как вы можете отметить, замечательные пальмы, песок. Конечно, всегда приятно полюбоваться вот именно такой природой. Я играл с Виталием первый день, и мне показалось, что он, вы знаете, играет достаточно так жестко по карте. На мой взгляд, в этой ситуации у него могли быть либо тузы, либо дамы, либо туз-король. Но я решил, что с тузами он такой большой рейс бы не сделал. И взвесив все за и против, я все-таки решил, что два короля здесь не выбрасываются. Я решил, что я впереди и поставил все свои фишки. Я оказался прав, но удача была не на моей стороне. Ну, честно говоря, я немножко потерял контроль над собой на 15 секунд где-то. Но потом взял себя в руки. Ну что, я сделал все правильно, а в покере ты можешь контролировать только это. Только правильность своих решений. Ну, а исход, он зависит в том числе и от удачи. Поставить фишки, будучи 80% фаворитом, это то, что является вашей задачей в покере. Ну, а дальше все в руках покерных богов. Блайнды становятся 6 тысяч, 12 тысяч. Антэ, как мы уже отмечали с прошлого сезона, на этом рубеже 12. Ну, раньше оно удваивалось все-таки... 2 тысячи. 2 тысячи, да, я оговорился. Раньше 2 тысячи у нас появлялись на уровне 8-16. Но, в целом, ну, это, в первую очередь, правда, относится к мейн-ивенту, что структура стала гораздо глубже в турнирах хайроллеров, по-моему. Ну, да, она поменялась тоже в лучшую сторону, но не настолько кардинально. Это еще связано и с тем, что... Вот то, о чем сказал, в частности, и Филипп несколько ранее. Почему он любит турниры хайроллеров, почему многие бизнесмены играют. Потому что эти турниры все-таки быстротечные. Там 2-3 дня максимум проходят. Ну, 3 дня, третий день играется в финальный стол. И как раз с возможностью бизнесменов поиграть. Вот я могу сказать, что, зная Виталия Лункина, с которым я играю в одних турнирах... Играл, точнее, в одних турнирах еще с 2007 года. Вот в этой ситуации, с такой картой, он всегда сыграет чекрейс all-in против игрока с небольшим стэком. Очень любит Виталий Лункин изображать с готовой рукой, что у него какое-то дро. И вот посмотрим, попадется ли в эту ловушку Якобсен. У него тус-7, то есть он бьет любое флэш-дро и без аутов против короля. Ну, и вот вы видите, перехитрил Виталий Лункин. Ну, как без аутов, как же, увеличил. Ну, да, ты увеличиваешь. 5 аутов и еще бэкдорный флэш. Ну, да, 25% на самом деле эквити не такое уж маленькое. И Якобсен решил, что против диапазона он стоит хорошо. Ну, Виталий составил, можно сказать, когда открыли флоп, план на эту раздачу. И идеально его реализовал. Осталось только выиграть. Для этого нужно избежать туза, бубновой карты или семерки на ри. Ну, против Лункина лучше, конечно же, не пытаться соревноваться в вопросах ауры. И уж тем более нет смысла ставить 25 на 75. С другой стороны, все справедливо здесь проанализировал Илья, конечно, Якобсену. Трудно здесь выкинуть, практически невозможно. Ну, трудно выкинуть по шансам, учитывая его стэк абсолютный. Ну, а у Лункина там действительно есть дро, и даже порой есть там семерки слабее. Ну, и нам представляют Виталия Лункина. Семьдесят первого года рождения Виталий. И напоминают, что был звездный час в его карьере. Возможно, не последний, но 2009 год войдет, конечно, в историю покера как год Лункина. Лункина даже многие игроки из-за рубежа в конце 2009-го, в 2010-м году подходили к Виталию с просьбой подержаться за него или потереться о его одежду. Я ни в коей мере не преувеличиваю. Автором этого культа Виталия Лункина в мире стал Сорел Митца. Да, ставили фотографии Виталия на аватарку, Митца, по-моему, в футболке с фотографией Виталия Лункина играл. То есть, в общем, не только подходили, но и всячески культивировали этот культ культового Лункина. Он выиграл крупнейший на тот момент турнир на территории нашей страны. Он проходил тогда в Москве с большим взносом, порядка 7 тысяч долларов. Там занял первое место, поехал на мировую серию покера, там выиграл турнир по 40 тысяч. Затем занял второе место в чемпионате мира по подлимитамахе. И четвертое место в турнире по 50 тысяч долларов, с учетом того, что в стат игры Виталий тогда только-только начинал играть и был совсем начинающим игроком. Вот такая вот невероятная совершенно фантастическая полоса удач была у Виталия Лункина в 2009-м году. А, вот, ты тот парень, который все выигрывает в последнее время. Ты выиграл Портуш, да? И что-то еще ты выиграл, да? Да-да, это все я. Сколько тебе лет? 22? Да нет, 20. 20 лет? 20 лет и так много денег? Купи себе дом, вложи во что-нибудь. Ну, что-нибудь сделай. Все, только не просади, я тебя умоляю. Хороший совет, я думаю. Я постараюсь, Даниэль. Спасибо. Я правда ценю то, что ты мне это говоришь. Ну, а перед этим нам показали сводную таблицу самых успешных немецких игроков. И вот как обманчиво природа, как обманчиво в турнирный покер. Там, конечно, значились и Филипп Грюсон, и Фабиан Квоз, и Тобиас Ранкинмайер. Ну, все те ребята, которых мы здесь видим. Но самый успешный Пилс Хайнц, которого мы вообще нигде не видим. Ну, он был чемпионом мира. Поэтому, в общем, это достижение, которое, давай честно, скажем, никогда не покорится всем тем, кого мы сейчас назвали. Ну, вот, действительно, Пилс Хайнц это чемпион мира 2011 года. Ну, не будем молять его заслуг, это действительно сильный игрок, заслуженный. Наверное, если бы он не выиграл там чемпионат мира, может быть, он бы сейчас разъезжал по ИПТ и тоже показывал бы хорошие результаты. Но, когда ты вот за один присест выиграл больше десятка миллионов долларов, ну, зачем тебе? Что-то еще? Мне нравится Мартин, он хороший парень, говорит Фабиан Квоз, когда только что он выбил Мартина Фингера из турнира. Ну, а что касается Пилса Хайнца, то он пытается вернуть себе, скажем так, интерес к покеру. Понятно, что мотивация у него уже очень невелика. И вот буквально в этом 2013 году, причем во второй половине, он начал очень активно изучать лимитные игры. И достаточно регулярно играет на Покер Старс. Опять же, кто любит следить за суперзвездами или за бывшими чемпионами мира, ник у него Маста П-89. И вот очень часто он играет, причем почему-то именно его привлекает стат хайлоу. Ну, он и 8 игр играл. Вот мне приятно, что я уже и Пилса Хайнца тренировал, и тренировал парня, который тоже был на финалке, Джесси Сильви, мировой серии покера. В общем, приятно, что такие ребята заходят на не самые высокие лимиты 8 игр. Ну, надо дать им должное, потому что, например, люди, которые в онлайне играют по большим ставкам, а не являются турнирными игроками, они почему-то предпочитают изучать правила новых для себя игр на лимитах типа 100-200 и выше. Вот так, например, действует Бен Сульскин, вот, для примера. Или даже вот, что меня удивило, также действует и один из легендарных наших российских игроков, настоящее имя которого, ну, по крайней мере, мне неизвестно, Трутеллер. Вот он тоже стал изучать лимитные игры и почему-то решил, что лучше начать изучать на лимите 100-200. Ну, может быть, для большей мотивации. Ну, да, некоторые другие знаменитые наши игроки, они начинают изучение новых для себя дисциплин, вообще, из каких смешных лимитов, там, с двухцентовых, при том, что являются миллионерами. Ну, у каждого своя система, ну, а система Стива Адвайер – это поймать трипс против трипса и, я думаю, что просто поставить все улицы. Ну, а Уотсону остается только посочувствовать, разве что на Риве придет двойка, шестерка или девятка. И вот помню, что когда у Майка стал огромный стек, я сказал, что с его стилем он гарантированно выйдет на финальный стол. А сейчас он рискует вылететь чуть ли не в этой же уже раздаче, потому что стек у него, по-моему, ненамного больше, чем у Адвайера. То есть, если и не вылетит он, то, по крайней мере, лишится значительной части стека. Ну, доска настолько сухая, что, с одной стороны, вроде Уотсону сложно придумать руки, ну, как бы хуже, которые нам здесь заплатят. Я к тому, что вот вряд ли здесь есть смысл переставлять на Ривере. Ну, да. И Адвайер даже не представляет, какая там рука была у Майка, с которой он так ему просто быстро проплатился. Да, ну, на самом деле, оптимально сыграл эту раздачу Майк Уотсон, но это вряд ли его сейчас утешает. Смотрит он на экран. Сейчас его уже очень серьезно волнует размер блайндов, потому что вдруг, совершенно внезапно, на ровном месте, вот один неудавшийся блеф против Виталия Лункина, который нам не показали. И вот эта раздача, и Уотсон остался уже просто откровенно с коротким стеком. Ну, а Данни Стерн снимает очередной скальп. На этот раз это был Салман Бихбихани, и даже обходит самого Виталия Лункина. Вот вы видите, что эти два игрока в большом отрыве, ну, а дальше целая группа их соперников имеет примерно одинаковые стеки. Ну, вот все-таки та таблица, которую мы сейчас видим, сообщает нам, что Уотсона средний стек. То есть, ничего критичного для него не произошло. Два вывода мы можем с вами сделать по итогам того, что мы с вами увидели. Ну, первый и самый важный, что добро побеждает зло. Слоу-ролл был наказан. Ну, а второй, что мы с вами получим и нового чемпиона. Очень добрый человек Виталий Лункин. Он даже сказал, что, в принципе, он не думает, что это был слоу-ролл. Ну, он остался последним из россиян. Но сегодня мы видели, как триумфально он выглядел на телевизионном столе, несмотря на то, что уже пару лет не играл в таких турнирах. Будем надеяться, что дальше он сумеет развить и закрепить свой успех. Ну, в следующем нашем выпуске мы увидим, как пойдет борьба за выход на финальный стол. И как это бывает традиционно в турнире супер-хай-роллеров, финальный стол, он же будет и стадии бабла. И игроки рассказывают о том, что ничего они не боятся, что ждут с нетерпением продолжения. Ну, а этого продолжения ожидаем и мы с вами. И, как всегда, за всем происходящим с вами будут наблюдать ваши комментаторы Илья Городецкий и Михаил Семин. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok